Итак, примерно два месяца назад ученые зафиксировали нечто странное, вошедшее в нашу Солнечную систему. Огромный объект где-то возле Юпитера двигался по траектории к внутренним планетам, причем с рекордной скоростью – почти 60 километров в секунду. Никогда прежде не наблюдали межзвездного гостя, движущегося так быстро. Едва появилось это сообщение, люди сразу начали строить догадки, что это – комета или инопланетный космический корабль. Некоторые даже выдвинули предположение, что это может быть часть внеземной технологии. НАСА зафиксировало загадочный объект, несущийся в сторону Земли, и, возможно, он уже меняет направление и берет курс прямо на нас. «Ты слышал об этом чертовом объекте, который летит к Земле?» – писали в соцсетях. Спустя две недели после обнаружения объекта, известный и противоречивый гарвардский физик Ави Лёб опубликовал научную статью, в которой предположил, что этот объект, названный 3-I-I-ATLAS, может представлять собой инопланетную технологию, возможно, даже враждебную. За последние недели астрономы по всему миру создали множество моделей, собирая данные со всех возможных обсерваторий, чтобы точно рассчитать траекторию движения и понять, что же такое 3-I-ATLAS на самом деле. Объект 3-I-ATLAS был обнаружен 1 июля на обсерватории Atlas Survey Station в Чили. Название 3-I означает, что это третий межзвездный объект, когда-либо зафиксированный человечеством. То есть он прибыл извне нашей Солнечной системы. Гость из другого звездного мира. Первым был Оумуамеа, найденный в 2017 году, который тогда вызвал похожий ажиотаж. Тоже во многом благодаря Ави-Лёбу. Система Atlas – это сеть небольших телескопов, расположенных по всему миру. Их основная задача – постоянно сканировать небо в поисках движущихся объектов, астероидов, комет и прочих потенциальных угроз. На момент обнаружения 3-I-A, T-L-A-S находился на расстоянии примерно 4,5 астрономических единиц от Солнца, где-то в районе орбиты Юпитера, и двигался внутрь системы с огромной скоростью. Почти сразу обсерватории по всему миру направили свои телескопы на этот топопутобъект, чтобы собрать максимум информации, оценить его размер, скорость и точное направление движения. Это была редчайшая возможность – изучить межзвездный объект за несколько месяцев до его максимального сближения с нами. Когда поток данных стал поступать со всех уголков планеты, Ави-Лёб и его соавторы опубликовали статью, которая в буквальном смысле изменила все. Работа, опубликованная 17 июля, начиналась с Кио Нас из гипотезы – объект может быть технологическим и, возможно, враждебным. Ученые построили его траекторию и показали, что он проходит аномально близко к орбитам Венеры, Марса и Юпитера, словно собирая информацию о планетах внутренней части системы. Они также отметили, что трииателас удивительно точно выровнен с эклиптической плоскостью – плоскостью, в которой обращаются планеты вокруг Солнца. Если бы кто-то хотел ввести аппарат на солнечную орбиту, такая ориентация была бы идеальной. По расчетам, вероятность того, что случайный объект будет настолько точно выровнен с плоскостью Солнечной системы, составляла примерно 1 к 500. Более того, Лёб и коллеги рассчитали, что если объект планирует оптимальное перехватывание Земли, то прибытие придется на конец ноября – начало декабря текущего года. В интервью Ави подчеркивал. Он не утверждает, что это инопланетяне, а лишь говорит, что эту возможность нельзя исключать и стоит изучить серьезно. Особый интерес вызвали оценки размера объекта. По отраженному свету ученые вычислили, что его диаметр составляет около 11 километров, примерно в 100 раз больше, чем у Оумуамуа, и сопоставим по размерам с астероидом, уничтожившим динозавров. Естественно, новость мгновенно разлетелась по СМИ. Гарвардский астроном утверждает, что 3-И-А-Т-Л-А-С. «Враждебный инопланетный корабль», – гремели заголовки. Телевизионные каналы и блогеры повторяли одно и то же. Гарвардские ученые заявили, что это пришельцы. Но физика такого поведения не объясняла. Ничего подобного ранее не наблюдали. «Что это вообще за штука? И когда она появится?» – спрашивали люди в панике. Автор видео добавил, «Я позже разберу эти заявления подробнее». Но если вдуматься, ведь это даже кажется логичным, если где-то в Млечном Пути действительно есть инопланетные цивилизации, они наверняка отправляют разведывательные зонды к другим звездам, чтобы проверить, обитаемы ли их планеты. Но это еще не значит, что я считаю 3-И-А-Т-А-Т-А-Т. Сначала нужно рассмотреть все доказательства – инопланетяне или комета. На этом этапе оставалось лишь две версии. Либо это космический аппарат, либо это комета. Как же определить, что именно перед нами? Главное – искать хвост и кому. У комет есть характерные признаки – пыль и газы, выбрасываемые с поверхности под действием солнечного излучения. Их хвосты всегда направлены в сторону, противоположную Солнцу. Если бы это был корабль, он должен был бы делать что-то странное – менять скорость, вспыхивать огнями, изменять направление. Автор шутит. Если бы это были инопланетяне, они наверняка захотели бы, чтобы вы подписались на мой канал, ведь подписаны только 20% зрителей. 21 июля, через три недели после открытия, НАСА направило космический телескоп Хаббл на межзвездного гостя и получило первое изображение. На снимке было видно кометное облако. Кому? И слабый хвост. Ученые решили подождать, пока объект приблизится, чтобы проверить, увеличивается ли хвост. Однако на фото заметили и нечто странное. Второй – обратный хвост. Солнце находилось с одной стороны, а поток вещества как будто выбрасывался в противоположную, прямо в сторону Солнца. Авилёб сразу прокомментировал. Пыли слишком мало, и если бы это была комета, солнечное излучение выталкивало бы частицы наружу в ожидаемом направлении. Но четкой полевой струи не видно. Возможно, это не комета. Тем временем другие обсерватории, включая JJST, зафиксировали, что объект выбрасывает огромное облако углекислого газа, СО2, растянутое на сотни тысяч километров. Обычно кометы выделяют водяной пар, а здесь вода почти отсутствовала или была в крайне малых количествах. После этой находки журналист спросил Лёба, какова, по его мнению, вероятность, что 3К и ИАТ ЛС действительно искусственного происхождения. Он ответил 60%. Мы приближались. Чтобы точно понять, чем является 3-I Атлас, нужно было рассмотреть его поближе и сделать более детальные снимки. Однако траектория объекта проходила таким образом, что он никогда не приближался к Земле слишком близко. На минимальной дистанции около 1,8 астрономической единицы, то есть почти в два раза дальше, чем расстояние от Земли до Солнца. К этому моменту интерес к объекту достиг пика. Ави Лёб стал практически лицом 3-I Атлас. Он давал интервью, выступал на конференциях, писал статьи. Автор видео признается. Бьемье. Я получал сообщения каждый день, даже от друзей, которые спрашивали, правда ли, что 3-I Атлас – это инопланетный корабль. Когда начался сентябрь, исследователи получили гораздо более полную картину происходящего. Автор собрал данные из 14 обсерваторий по всему миру, чтобы представить максимально точное описание того, что из себя представляет 3-I Атлас. Что же на самом деле представляет собой 3-I Атлас? 3-I Атлас вошел в Солнечную систему по чрезвычайно гиперболической орбите. Без сомнений, он прибыл из межзвездного пространства. Это факт, который не оспаривает никто. Его орбита отклоняется примерно на 5 градусов от эклиптической плоскости Солнечной системы, достаточно необычно, но вовсе не небывало. Это не является доказательством инопланетного происхождения. Двигаясь по своей траектории, он должен был пройти всего в 29 миллионах километров от Марса 3-го октября, но так и не приблизится значительно к Земле. Позже, уходя из внутренней системы, он пройдет относительно близко и от Юпитера. Теперь взглянем на сам объект. На снимках видно ярко светящуюся кому и четкий хвост, характерные признаки кометы. И по мере приближения к Солнцу, хвост становился все ярче. Первыми Хаббл заметил признаки пылевого шлейфа, а уже к концу августа обсерватория Gemini South зарегистрировала значительное удлинение хвоста и расширение комы. Это классическое поведение комет. Первые оценки размера показались сенсационными, объект выглядел колоссальным. Но эти расчеты основывались только на яркости, которая включала свечение газового облака. После корректировки стало ясно. Сам объект имеет около 5 километров в диаметре, а возможно даже меньше. При анализе комы обнаружилось нечто уникальное – необычно высокая концентрация углекислого газа – СММ2. Воды оказалось немного, почти все вещество состояло именно из СОО2. Такого раньше не наблюдали ни в одной комете Солнечной системы. Это указывает, что 3i Atlas, вероятно, сформировался в очень холодной зоне вокруг своей звезды, где углекислый газ мог замерзнуть и сохраниться на поверхности. Таким образом, насколько нам известно, 3i Atlas – это комета из другой звездной системы, обладающая рядом интересных физических свойств. Но никаких признаков разумной технологии нет. Почему же тогда столько людей уверены, что это инопланетный корабль? Разберемся. Каждый день автору присылают ссылки на новые видео, где кто-то выдвигает очередные безумные утверждения о 3i Atlas. Кто-то заявил, что якобы обнаружено 9 скрытых объектов, сопровождающих комету в полете. Другие говорят, что она идет на столкновение с Марсом. А любимая? 3i Atlas излучает ядерную магнитную энергию в сторону Солнца и разрушает магнитное поле Земли. Что это вообще должно значить? Разумеется, все это не имеет под собой никаких оснований. Разоблачение мифов – миф один. Объект замедляется, значит, он управляемый. Нет. Наблюдения показывают, что 3i Atlas движется по гиперболической орбите, ускоряется при приближении к Солнцу и замедляется при удалении, как и любой естественный объект. Никаких признаков искусственного маневрирования не обнаружено. К тому же он даже не приближается к Земле. Его путь пройдет мимо. Миф 2. Он излучает собственный свет. Ни кометы, ни астероиды не излучают свет сами. Они лишь отражают солнечный. Свечение комы – это результат того, что пыль и газы возбуждаются солнечным излучением. Это абсолютно нормальное явление. Миф 3. Он летит со скоростью 130 тысяч миль в час прямо к Земле. Частично верно. Скорость действительно около 130 тысяч миль в час, примерно 60 километров в секунду. Но направление совершенно иное. 3i Atlas пролетит мимо, не сближаясь с нашей планетой. Миф 4. Гарвардские астрономы заявили, что это разведывательный зонд пришельцев, который прибудет в ноябре 2025 года. Это пример того, как искажаются факты. На самом деле, единственный гарвардский ученый, участвовавший в публикации, Ави Лёб. Он написал спекулятивную статью, где лишь рассматривал гипотетическую возможность технологического происхождения, подчеркивая, что это маловероятно. Но СМИ вырвали слова из контекста, и в итоге тысячи людей поверили в фейк. Миф 5. Вокруг объекта облако СО2, значит он использует углекислый газ как топливо. Да, действительно. Вокруг кометы наблюдается огромное облако углекислого газа, а водяного пара почти нет. Но это логично. Она не из нашей системы. Мы не можем ожидать, что кометы из других звезд будут похожи на привычные. И небольшое количество воды все же есть. А насчет движения на реактивной тяге, кометы действительно испытывают малое ускорение из-за выброса газов. Но это естественное явление. Если бы это был двигатель, то, как шутит автор, он был бы худшим, самым неэффективным двигателем во Вселенной. Почему люди продолжают в это верить? Если все это уже многократно опровергнуто, почему же миллионы людей продолжают думать, что инопланетяне вот-вот прилетят? Ответ прост. Информационный шум и сенсационность медиа. Авелеп не первый раз делает подобные заявления. Так было и в случае с Оумуамуа. Автор видео говорит. Я изучил его блоги, интервью и статьи. И мне кажется, все сводится к следующему. Лёб просто хочет, чтобы гипотеза о внеземном происхождении оставалась в поле обсуждения, пока она не будет окончательно опровергнута. Он считает, что в научных институтах слишком быстро отвергают подобные идеи из страха быть осмеянными. И в чем-то он прав. Наука действительно должна рассматривать все возможные гипотезы, даже самые необычные. Но с другой стороны, в эпоху мгновенных заголовков у исследователей есть этическая ответственность. Ведь любая неосторожная фраза может превратиться в вирусный фейк. Сегодня новости потребляются так быстро, что человек видит короткое видео или заголовок и воспринимает его буквально, не проверяя источник. А СМИ не заинтересованы в проверке. Ведь сенсационные заголовки, вроде «Гарвардский физик уверен, что к Земле летит враждебный корабль», собирают миллионы просмотров и приносят прибыль. Поэтому, хотя Лёб, скорее всего, не хотел никого обманывать, результат получился тем же. Миллионы людей уверовали, что к Земле приближается враждебный инопланетный зонд. И это стало реальностью. Не научной, а медийной. Если вы – один из тех, кто верит, что Триа и Атлас – это корабль пришельцев, сделайте для меня одно. Когда наступит октябрь и ноябрь, когда объект пролетит мимо внутренних планет и покинет нашу систему, вспомните все, что вам рассказывали. Они говорили, что он замедлится, спрячется за Солнцем, упадет на Землю, столкнется с Марсом. А когда этого не произойдет, спросите себя почему. Так что, к сожалению, нет. Триа и Атлас почти наверняка не является инопланетным кораблем. Но если вы хотите узнать, как НАСА, возможно, действительно нашло доказательство жизни на Марсе, посмотрите следующее видео на канале, с ним ли вы сбойте подписаться.